В далеком 2010 году, чтобы заработать на криптовалюте, достаточно было купить биткоин и держать его в кошельке несколько лет. Более того, это было единственное, что можно было сделать в крипте в первые годы ее существования. И даже на этом простом занятии инвесторы могли получить несколько тысяч процентов дохода. Сегодня же любая криптобиржа или DeFi-агрегатор, такой как DeFi-Lama, предлагают десятки продуктов, услуг и стратегий для заработка на крипторынке. Здесь можно одалживать, давать в долг, вносить депозиты, инвестировать в ранние стартапы и еще кучу вещей, которые на традиционных финансовых рынках просто недоступны большинству людей или вовсе неизвестны, как, например, фарминг или дропхантинг. Всем привет! С вами Инкрипт. Здесь все, что вам нужно знать о крипте. Итак, сегодня мы поговорим о том, как можно зарабатывать в криптоиндустрии. Цель этого урока – показать, какие существуют способы получения дохода и помочь вам найти свой путь в этой области. Это своего рода контурная карта рынка, на которой будут обозначены основные дороги и сектора. Однако, прежде чем начать, согласуем еще один момент. Криптовалютный рынок – это не волшебный мир, в котором всем раздают деньги бесплатно. Хотя 99% учебных курсов говорят что-то вроде «легкие деньги здесь, купил там, продал, альфа, иксы, ламба» – об этом нужно забыть, просто чтобы уберечь себя от будущих разочарований и потерь. Криптовалютная индустрия – такая же отрасль, как, например, IT или автомобилестроение. Также нужно учиться, нарабатывать опыт и связи, искать и анализировать данные. И, конечно, посвящать этому много времени. Если максимально упростить, то суть трейдинга можно свести к принципу «покупай дешево, продавай дорого». Делать это нужно на специальных платформах – криптовалютных биржах. Про биржи у нас будет отдельное видео, потому что правильная выбранная биржа – уже половина успеха. Однако, это только звучит просто. Для того, чтобы купить дешево, продать дорого, нужно правильно провести анализ рынка и активов. Он может быть техническим, фундаментальным, математическим, свечным и так далее. Каждый трейдер выбирает свой инструмент для обработки данных и прогнозирования цены. Кроме того, чтобы не полагаться исключительно на удачу, нужно заниматься этим в фулл-тайм и уделять время риск-менеджменту, депозит-менеджменту и другим важным аспектам торговли. Забегая вперед, скажем, что главное в трейдинге – это даже не умение работать с инструментами и правильно анализировать рынок, а контроль эмоций, который позволит придерживаться выбранной стратегии. Именно этот навык отличает новичков, которые могут быстро заработать во время роста рынка и также быстро потерять все нападение от профессионалов, способных оставаться доходными в долгосрочной перспективе. Итак, для трейдинга нужны умения проводить анализ рынка по одной или нескольким методикам, навыки работы с торговыми платформами и разными видами трейдинга, стартовый капитал, ну и, конечно, постоянное обучение и много-много опыта. Только опыт поможет понять, как на самом деле ведут себя рынки и конкретные активы в тех или иных условиях. Инвестирование строится на том же принципе, что и трейдинг – купить дешево, продать дорого. Однако эти действия выполняются с меньшей частотой и по особым правилам, отличным от трейдерских. Существует множество инвестиционных стратегий, ориентированных на разную степень риска, размер капитала и активность его владельца. Например, DCA – стратегия интервального инвестирования, при которой активы покупаются через равные промежутки времени на одну и ту же сумму. Позволяет усреднить позицию, сглаживая влияние локальных трендов. Ранние инвестиции – вклады в проекты и токены на ранней стадии развития, которые еще неизвестны широкому рынку и поэтому недооценены. Одно из самых сложных направлений, так как требует глубокой аналитики и доступа к информации, часто ограниченный. Покупка на красном рынке. Инвестор покупает перспективные монеты во время спада, после чего удерживает их до следующего растущего цикла и т.д. Инвестиции требуют глубоких аналитических навыков, капитала и часто связей, а самое главное – это занимает много времени. От инвестиций до первого дохода может пройти несколько лет, в течение которых рынок полностью изменится. Итак, для этого направления нужны глубокий анализ проектов, чтобы найти потенциально успешный проект на ранней стадии, время и много свободных денег, которые вы готовы заморозить на длительный срок. Конечно, можно купить биткоин на 100 долларов с прицелом на 10 лет, но для того, чтобы участвовать в закрытых раундах финансирования или подбирать активы в время тотального спада, нужно будет немного больше денег. Сейлы – это что-то среднее между инвестициями и трейдингом. Когда говорят о сейлах, обычно имеют в виду так называемый public sale, то есть первое публичное размещение токенов. Это может быть на сайте проекта, называется Initial Coin Offering или ICO. На ланчпаде – это называется Initial Dex Offering или IDO. По названию и сути, public sale очень похоже на IPO – первичное размещение ценных бумаг, во время которого традиционные компании получают инвестиции в обмен на акции. Только в нашем случае вместо акций – токены. То есть пользователи буквально покупают токены у команды проекта, чтобы потом в случае успеха продать их гораздо дороже, чем они стоили во время сейла. Здесь есть много нюансов, о которых мы поговорим в отдельном видео. Это далеко не самый простой способ заработка, который требует полного погружения в крипторынок, начального капитала для инвестирования, а также навыков поиска и анализа информации из различных источников. К тому же есть много моментов, которые можно освоить только с опытом, поэтому новичкам не рекомендуется начинать свой путь в крипте именно с сейлами. Майнинг – это механизм, который обеспечивает обработку транзакций и обслуживание децентрализованной сети. Из наших предыдущих уроков вы помните, что у блокчейна нет руководящего органа, контролирующей компании, следовательно, нет центральных серверов и наемных сотрудников, которые бы занимались процессингом, подтверждением транзакций и т.д. Построенные на блокчейне криптовалюты используют для этого майнеров. Требования к майнерам и способы их вознаграждения различаются в зависимости от того, какой механизм консенсуса Proof of Work или Proof of Stake использует блокчейн. Наиболее известная криптовалюта с Proof of Work алгоритмом – биткоин. Мы немного говорили о майнинге биткоина на предыдущих уроках, поэтому вы уже примерно понимаете, как это работает. А если нет, то советуем вернуться к уроку номер 2 и номер 3, чтобы устранить этот пробел. Прибыльность майнинга зависит от стоимости электроэнергии – основной статьи расходов майнеров, а также от текущей цены криптовалюты, которая майнится, так как майнеры продают большую часть полученных как вознаграждение монет, чтобы покрыть расходы и заработать. В первые годы существования криптовалют стать майнером мог любой владелец ПК, однако сейчас времена майнинга с ноутбуков и самодельных ферм из видеокарт уже позади, так как сложность расчетов значительно возросла. Сегодня для майнинга необходимо большое количество специальных устройств – ASIC, что значительно повышает входной порог для майнеров и делает его финансово и организационно сложным для новичков. Помимо Proof-of-Work алгоритма широко используется также алгоритм консенсуса Proof-of-Stake. На нем работает другая известная криптовалюта – Ethereum. Для Proof-of-Stake майнеров, их еще называют валидаторами или стейкерами, не нужно мощное оборудование. Достаточно владеть определенным количеством криптовалюты, которая майнится, чтобы заморозить ее как залог или стейк. Стейкер запускает ноду, вносит определенное количество криптовалюты как стейк, например, чтобы стать валидатором эфира, нужно внести стейк в размере 32 эфиров и проверяет транзакции в обмен на вознаграждение. Алгоритм Proof-of-Stake не предусматривает добычи новых монет. Майнеры получают вознаграждение только в виде комиссии. Кроме того, прибыльность здесь не зависит от стоимости электроэнергии, однако на нее влияет волатильность криптовалют и некоторые другие факторы, как, например, стабильность работы узла стейкера. Недавно стейкинг был недоступен для большинства пользователей из-за высокой суммы начального залога. Но сегодня существует платформа так называемого ликвидного стейкинга LSD. Они позволяют не только в десятки раз снизить входной порог для стейкеров, но и разблокируют капитал, который ранее замораживался в стейках. Независимо от алгоритма, майнинг – это способ заработка, который требует полной занятости, определенного технического опыта, погружения в рынок, чтобы понимать, какую криптовалюту лучше майнить и когда лучше продать вознаграждение. Так что если кто-то вам скажет, что майнинг – это способ пассивного заработка, который подходит всем, можете сразу закрыть такой источник информации. Майнинг действительно высокоавтоматизирован, но он не работает по принципу «включил» и «забыл». Более того, если не следить за стабильностью работы узла, то можно потерять вознаграждение и даже внесенные как залог средства. ДЕФИ или децентрализованные финансы – это аналог банковских инструментов, таких как кредитование или депозиты. Но они работают без банков, а непосредственно между людьми. Все это построено с использованием смарт-контрактов и блокчейна. Как заработать на ДЕФИ? На специальных платформах можно предоставить средства для аккредитования или как ликвидность для торговли в обмен на часть комиссии или другие вознаграждения. На уровне пользователя это выглядит как обычный банковский депозит. Вы на какое-то время отдаете свои деньги и получаете проценты. Однако технически все несколько сложнее, а доход может зависеть от многих показателей. Как вы наверняка уже догадались, все особенности ДЕФИ мы также будем разбирать в отдельном уроке. Здесь отметим только основные инструменты для заработка на децентрализованных финансах. Предоставление ликвидности. Децентрализованные криптобиржи работают с помощью так называемого АММ, а также пула в ликвидности. Позже мы детально объясним эти концепции. Пока стоит понимать, что торговля на таких биржах осуществляется с помощью ликвидности, то есть оборотных средств, которые предоставляют сами пользователи. То есть вы передаете в пул ликвидности определенную сумму в криптовалюте, которая используется для обмена криптовалют. Трейдеры платят комиссию, чтобы использовать пул. Ну а все поставщики ликвидности получают часть этой комиссии и другие стимулы. Все просто. Передаете в пул определенную сумму, взамен получаете так называемые LP токены, которые доказывают, что вы предоставили эту сумму. В любой момент обмениваете LP токены обратно на свои активы плюс процент дохода. С предоставлением ликвидности связаны риски, такие как непостоянные потери или падение курса криптовалюты. Однако, как вы уже наверное поняли, в криптовалюте практически везде есть определенные риски. С предоставлением ликвидности также связан и yield farming или доходное фермерство. Суть доходного фермерства или фарминга в том, что некоторые DeFi-платформы в условиях конкуренции дополнительно мотивируют пользователей предоставлять ликвидность именно для их пулов. Для этого они платят поставщикам ликвидности собственные нативные токены как дополнительные вознаграждения. Эти токены можно продать на бирже и заработать. Один из ярких примеров токен Yuffie, который на пике стоил 43 873 доллара. Фарминг следует воспринимать как опциональную функцию для поставщиков ликвидности. Некоторые площадки предлагают такую опцию, некоторые нет. Другим видом фарминга является блокировка токенов. DeFi-площадки используют этот инструмент для сокращения предложения. Часто за заморозку токена на определенный период проекта предлагают пользователям дополнительный доход. Что-то вроде депозита. Заблокированные токены не попадают на рынок и соответственно не давят на цену актива. Для голосования. Чтобы получить право на участие в голосовании при обсуждении важных вопросов проекта, пользователь должен купить его нативные токены и в определенных случаях заблокировать их. Взамен ему выдают специальные токены управления. Один голос, один токен. Чем больше хочешь влиять на развитие проекта, тем больше токенов нужно заблокировать. Многие биржи позволяют своим клиентам заблокировать известные криптовалюты под определенный процент. Потом они используют их, чтобы стать Proof of Stake валидаторами или предоставлять ликвидность. Но это уже не проблема пользователя, он просто получает свой пассивный доход. Именно так и работают традиционные банковские депозиты. Однако все DeFi-инструменты это продвинутый уровень в крипте. Он предполагает понимание многих технологий, механизмов и особенностей рынка. Реально ли в этом разобраться новичку? Конечно. Для этого и существует инкрипт. Дроп-хантинг или охота за дропами. Было трудно представить как полноценный способ заработка еще несколько лет назад. Но в 22-23 годах он стал главной активностью в крипте для большинства новичков. Суть в том, что новые проекты на рынке сталкиваются с несколькими проблемами. Им нужно одновременно справедливо распределить свой токен, привлечь внимание новых пользователей и стимулировать активность на своей платформе. Все эти проблемы решает так называемый airdrop. Вознаграждение в виде собственных токенов, которые проекты раздают самым лояльным и активным пользователям. Этот инструмент получил свое название из-за аналогии с сбросом груза с самолета или вертолета. Только здесь сбрасывают не груз, а токены. Вместо самолета блокчейн проект. То есть все просто. Вы максимально взаимодействуете с проектом, например, предоставляете ликвидность, торгуете, делаете транзакции и так далее. А команда позже выбирает топ пользователей, которым раздает или дропает свои токены. Иногда вознаграждения могут платить за самые простые действия, как, например, владение NFT. Иногда нужно сильно постараться, чтобы попасть под критерии отбора. Размер вознаграждения также может варьироваться от нескольких десятков до нескольких тысяч долларов в зависимости от конкретного проекта. Airdrop использовали для распространения токенов такие известные проекты, как Uniswap, Aptos, Arbitrum и другие. В 2023 году большинство стартапов используют для выхода на рынок именно этот механизм. Поэтому популярность дропхантинга продолжает расти. Взаимодействии одновременно с несколькими, иногда десятками, проектов пользователи могут получить приличные вознаграждения, тратя только средства на оплату комиссии. Кроме того, чтобы повысить эффективность таких активностей, часто прибегают к мультиаккаунтингу. То есть создают большое количество аккаунтов и выполняют с их помощью целевые действия. Больше аккаунтов – больше вознаграждений. Например, если проект раздал каждому аккаунту по 100 долларов, а у вас их было 5, то вы заработаете 500 долларов. Иногда это доходит до того, что под управлением одного пользователя может работать несколько сотен или тысяч аккаунтов. Доход от дропа в таких случаях впечатляет. Но и усилий для его получения нужно много. Однако особенность дропов именно в том, что о большинстве из них неизвестно заранее. То есть пользователи просто взаимодействуют с продуктами проектов, не зная ни размера награды, ни получат ли они ее вообще. Иногда часы усилий и затрат на комиссию идут в никуда. У Encrypted есть отдельный сервис, посвященный именно охоте за дропами. Там публикуются детальные инструкции о том, с чем и как нужно взаимодействовать, чтобы претендовать на возможное вознаграждение в будущем. Вместе охотиться легче. Реферальные программы могут рассматриваться как основной и как дополнительный источник дохода. В чем суть? Возьмем любую криптобиржу. У каждой из них есть реферальная программа, то есть программа стимулов для пользователей, которые приводят на платформу новых пользователей. Для этого вам выдают специальную пригласительную ссылку. Человек, который перейдет на биржу по этой ссылке и зарегистрируется на ней, станет вашим рефералом. А вы по отношению к нему рефером. Реферы получают в качестве вознаграждений часть торговых комиссий, которые платят рефералы. То есть чем больше у вас рефералов и чем активнее они торгуют, тем больше будет ваше вознаграждение. Почти пассивный доход. Мы говорим почти, потому что основная сложность в том, чтобы распространить реферальную ссылку среди максимально широкой и заинтересованной аудитории. Именно поэтому реферальные программы больше всего подходят людям, которые уже имеют определенную аудиторию или знают, как ввести целевой трафик на нужные ссылки. В этом виде заработка тоже были свои истории успеха. Например, когда люди выкупали контекстную рекламу по ключевым словам и в выдаче Google их реферальная ссылка на биржу Binance была выше официальной. Это дало им десятки тысяч рефералов и как следствие неплохой заработок. Однако не всем так везет. Кроме вышеуказанных видов заработка, которые все-таки не могут считаться источниками гарантированного дохода, есть и просто обычная работа. Как мы уже говорили, криптоиндустрия – это такая же отрасль, как и любая другая. И она стремительно растет. Особенно после того, как блокчейн и криптовалюты начали тесно интегрироваться с Web3 – интернет-сервисами нового поколения. Как и в любой другой организованной продуктивной цифровой среде, в криптовалюте работают разработчики, дизайнеры, маркетологи, промоутеры, техподдержка, менеджеры, юристы. Этот список можно продолжать еще на несколько десятков, а то и сотен позиций. То есть в криптовалюте можно реально и буквально заработать. Мы, например, создаем контент о криптовалюте и сделали это нашей основной работой 24 на 7. А что вы умеете лучше всего? Ответьте себе на этот вопрос, а затем подумайте, как вы можете применить свои знания в блокчейн-секторе. В любом случае помните, что крипта – это не волшебные бесплатные деньги в интернете. Как и в каждой индустрии и рынке, чтобы получать доход, нужны глубокие знания, достаточно времени, а иногда и весомый стартовый капитал. Выбирайте активность, исходя из своих ресурсов и стиля жизни. На следующем уроке мы поговорим о темной стороне крипторынка, мошенниках и хакерах, а также расскажем, как защититься от них. Тема крайне важна, так как отсутствие регулирования и децентрализации приводят к тому, что традиционные методы воздействия правоохранительных органов здесь малоэффективны. А значит, защищать свои активы нужно самостоятельно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи на канале Encrypted. Субтитры подогнал «Симон»!